В театре Третий звонок звучит перед началом спектакля. В жизни выражение «третий звонок» мы употребляем в другом смысле. Это предупреждение, сигнал того, что нужно что-то предпринять, о чём-то задуматься. Мы покажем для ребёнка сказочку «Три поросёнка». Крикнем дружно «Браво, бис!» Стори «За три литл пикс». Здравствуйте! Помните известную присказку? Сказка-ложь – давней намёк. Добрым молодцам урок. Сегодня мы посмотрим сказку «Три поросёнка». О какой урок дают нам эти любимые с детства персонажи, расскажут участники передачи «Шестиклассники из 51-й школы». Крикнем дружно «Три поросёнка» 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 Чем спектакль отличается от прочитанной сказки? Ну, более интереснее, во-первых, я читала и смотрела сказку на русском языке, а сейчас тут еще присутствует английский язык, поэтому намного интереснее смотреть сказку. Хоть она как бы и детская, но даже я в шестом классе учусь, мне было очень интересно смотреть, так как тут не только присутствует русский язык, но и английский. Более интересно для нашего возраста. Если бы просто было на русском, это как, ну, четырехклассники, третьеклассники, да, а вот здесь присутствует английский язык, как-то нам уже более взрослая сказка, нам более интересно было ее смотреть. А вы так увлекаетесь английским языком? Да, я хожу как дополнительно занимаюсь, как и в школе, как у нас все дети занимаются английским. Это очень интересно, как изучать иностранные языки, как бы, понимать, как изучать их пословицы, поговорки, как бы, их историю, их страны. Настя, а ты успевала сама переводить вот с английского языка в спектакль? Ну, иногда вот некоторые слова, но мне, конечно, не все знакомы тут, но которые знакомы я переводила, конечно же. А что ты не поняла? Да, ну, трудно, конечно, сказать, но, как вам сказать, я не поняла те фразы, которые вот у нас еще не было там, у нас, ну, маленько там не было, которые мы еще не изучали. Ну, песни, наверное, да, они быстро пели. Ну, песни, да, конечно, там некоторые слова я поняла, ну, маленько, конечно. Кто здесь шумит? Кто делает звук? Кто делает звук? Ммм, как вкусно пахнет! It smells wonderful! Ох! Ах! НО! Ах! НО! НО! Ах! Ах! НО! НО! Я вижу маленького поросенка! I see little pig! Come to me, baby Иди сюда, малыш Как тебя зовут? What is your name? Меня зовут Нип-Нип My name is Нип-Нип Нет, тебя зовут Завтрак Your name is My name is Your name is Breakfast 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 Нет, нет Прекрасно It's fine Это свинья приличных разбитых This will be a wiki bin А как тебя зовут? What is your name? Меня зовут Нип-Нип My name is Нип-Нип Нет Тебя зовут Обед Капец Your name is Your name is My name is Your name is Dinner 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 Breakfast Dinner Breakfast Dinner Breakfast Нип-Нуп Нуп-Нуп Прекрасно Прекрасно It's fine Я хочу много свиней I want Many pigs Нуп-Нап Нуп-Нап О А как тебя зовут? What is your name? Меня? Наба! My name is Наба! Принцесс Сирен! Тебя зовут Ужин! Your name is Saper! Завтрак, утром, обед, днем, чай после обеда, затем приходит время игр, Ужин вечером, когда аллеи в небо, затем день закончен, и мы идем спать! Ужин вечером в сне и вечером, днем в ночи! Чай к сне и вечером, потом приходит время играть, На. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спектакль о том, что труд помогает нам жить Если человек, здесь это показано на примере поросят, расслабится, не будет работать, его загрызет лень И любая маломальски трудная работа будет казаться для него чем-то непостижимым Соня, как ты думаешь, а есть в русской литературе какая-нибудь басня или сказка, похожая моралью на спектакль? Да, есть, это Стрекоза и Муравей, Крылова басня Ну и какая там мораль? Там Стрекоза все лето протанцевала, пропела, а потом зимой просто у нее не было дома и ей негде было укрыться от холода Маленький домик, вот подходящий дом Это же Стрекоза и Стрекоза Стрекоза и Стрекоза Стрекоза и Стрекоза Я считаю, что трудиться нужно. Я занимаюсь моделизмом, это довольно увлекательно, тоже своего рода цель в жизни делать различные модели. А модели чего? Различные, там судомодели, авиамодели, моделизм такая вещь универсальная, можно практически все что угодно делать. Саша, а у тебя есть цель в жизни? Да, я хочу достичь цели в жизни, я хочу стать модельером и для этого нужно усилия прилагать, нужно выучиться. В художественной школе и поступить в институт. Для этого нужно усилия очень немалые. А ты что для этого делаешь? Учишься в художественной школе? Да, я учусь в художественной школе во втором классе. Ну и как модели уже делаешь? Да, бывает, посещаю дню муза. Я так просто сижу, что-нибудь рисую, получается красивое какое-нибудь платьице или что-нибудь типа такого. Я уже в этом году заканчиваю музыкальную школу. Может быть, в будущем буду или музыкантом, или певицей, но это уже как получится. А как ты думаешь, какие усилия нужно прилагать, чтобы добиться своей цели? Ну, наверное, надо трудиться, где-то пересиливать себя для того, чтобы получить какие-то знания, независимо, хочешь ты этого или нет, но все равно приходится, надо делать. А в чем для тебя заключается труд? Ну, для меня это самое вот такое, что надо пересечь, так это вставать утром, как уже говорили. Ну, в школе, конечно, делать уроки. Порой хочется посмотреть телевизор, но все-таки приходится садиться, учить и учить. Как ты думаешь, а для чего вот пересиливать себя? Ну, махнула бы рукой, да не пошла утром. Ну, просто в будущем вот эти вот все, как сказать, ну да, какие-то пропуски, они все равно вернутся в жизнь. И будешь сожалеть, так зачем сожалеть, если можно сделать сейчас, пересилить себя, что-то сделать, что в будущем может пригодиться. Ну, футбол вообще мое хобби. Я почти со второго класса занимаюсь футболом и не хочу бросать. И поэтому я стою с утра специально, чтобы чего-то добиться в жизни своей. Футбол мне нравится, и поэтому Ленин тут никакой нет ходить на него. Ну, футбол это красивая игра. Мне очень нравится, поэтому я всегда хожу с радостью туда, хоть и рано очень даже. Тик-так, тик-так, то, что нужно сделать, надо сделать быстро. Тик-так, 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 тик-так. Я хочу играть, я хочу играть, я хочу играть. Уи! 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 Что случилось? Мне здоровиться! Я не чувствую себя хорошо! Я хочу отдохнуть! Я хочу отдохнуть! Я хочу отдохнуть! Ага! Что случилось? Мне очень плохо. Мне нужно отдохнуть. Отдохните. Отлечитесь. Релакс. А я пока начну строить. I begin to build. I begin to build. I begin to build. I begin to play. I begin to play. I begin to play. I begin to play. You begin to play. You begin to play. You begin to play. I begin to play. I get one. A dean, little woman played. And letters, girls. He will go back to school, They are playing an entire day. I begin to play. Look at one. А ты сама любишь трудиться? Нет, честно, нет. Ну а что любишь делать? Ну, как все нормальные дети. Телевизор посмотреть, пойти потанцевать. Да, в компьютер поиграть. Ну а как ты думаешь, это вообще нужно трудиться или можно, вот пока быть ребенком, нужно там телевизор смотреть, играть? Конечно, нужно, потому что в дальнейшей жизни будет очень трудно. Да, если ты не трудился в детстве. Ну вот тебе хоть и не нравится, а все равно ты же что-то делаешь? Да, делаю, конечно. А что? Ну, учусь, дома помогаю, маме, папе. То есть учеба это труд? Ну, конечно, да, это труд. Ну а почему? Вроде сидишь за партой, тебе все объясняют, а ты только слушай и все. Ну, это еще надо силы, чтобы это все понять, чтобы это усвоить. Да, запомнить. Ты занимаешься футболом, в будущем хочешь стать спортсменом? Да, или тренером, или футболистом уже хорошим. Я думаю, что футбол пропускать нельзя, потому что это сложная игра. И если что-нибудь, одно занятие пропустишь, все, ты многое потерял, много уроков, как можно сказать так. Попустишь одно занятие, а потом уже побегаешь, и мышцы, болят мышцы, трудно ходить. Ну, тренироваться надо, много тренироваться, чтобы стать, как сказал Егор, тренером или футболистом хорошим, профессиональным. Поросеночек, завтрак мой, the little pig, my breakfast, выйди ко мне, come out. Нет, я не пойду к тебе, но don't call me, я останусь дома, I'll stay at home. Тогда я буду дуть на твой домик и разрушу его. Then I'll hop and I'll pass and I'll blow your house down. Не делай этого, это нарушение общественного порядка. Don't do that! This is the offense against the public order. Кто там? Полиция, нет? Who's the police? No? No. Ну так и не лезь не в свое дело. Mind your own business! Помогите! Стой! Help! Стой! Please help! Стой! Доброе утро, господа! Доброе утро, господа! Доброе утро, господа! Это папарасят и тактик. This is the pig's house, isn't it? One telegram. Here is a telegram for you. Проваливай! Go away! Go away! Go away! Go away! Go away! Go away! Then I'll hug, and I'll puff, and I'll blow your house down. Then I'll hug, and I'll puff, and I'll blow your house down. Do? Oops! У меня больше нету! I've got no help! Come on! Come on! Come on! Come on! Я бы хотела пожелать маленьким детишкам, чтобы они тоже пришли и посмотрели эту сказку. Здесь очень много можно научиться считать некоторым легким словам на начальном уровне английского языка. И дальше, после этой сказки, специально заняться английским и изучать его. Сказка «Три порусенка» полезная? Да, она получает, что нужно все-таки работать, тренировать, тренировать себя как, в каком плане, в плане как нужно все-таки трудиться, не отлынивать отдел. Я построила дом. I built a house. Мой дом получился просто замечательным. Ай, my house is wonderful. Мой дом получился просто замечательным. I built a house. I built a house. I built a house. Мой дом. Мой дом. Мой дом. Мой дом. Спрячьтесь, пожалуйста, хоть отблизу, не страшно, I'm scared. И, успокойтесь. Камдауна, рыбальник. Мой дом, он очень прочный. Мой гаус и стронгер. Но, кто боится большого волка? Кто боится большого волка? Большого волка! Как я зол! I'm so angry! Я голоден! I'm hungry! Я съем всякого! I shall eat everybody! Не обижай поросяд, пожалуйста! Don't hurt the little pigs! business! Who's there?! Кто там?! А ну, вы хотите, толстые, глупые свиньи? Sweet stupid pigs come out! Are you kidding? Вы шутите? Тогда я буду дуть на Востоке и разрушу его. Тогда я буду дуть на Востоке и разрушу его. Восток, восток, восток! Вау! Вот и что это? Адски больно и пьет лайк-хелл. Противный дом Насти Хаус. Глупые свиньи с дюбр и петь. Мы часто слышим «Дети, будьте трудолюбивыми, будьте упорными, не ленитесь». Иногда это даже надоедает. А так посмотришь сказку – и сам сообразишь. И правда, лучше сразу сделать что-то хорошо – и потом не придется ни о чем жалеть. До свидания, до следующих встреч. Я хочу играть, I want to play. Мы собираемся играть. Are we going to play? Да, yes, of course. Раз, два, три, меня лови. Раз, два, три, меня лови. Я люблю придумывать сказки. Я люблю играть в Мари-Тейл. Я люблю вас, ты жду встречи с вами. Я люблю вас, и я буду играть в следующий встреч. Мы очень много благодарим. Мы очень много благодарим. Собираемся мы вместе, чтобы было веселее. Собираемся играть. We are going to play. We are going to play. We are going to play. Ха-ха! Узлай! Ха-ха! 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 Ха-ха!